Пойдем посмотрим супермаркет, что там за цены. Вавилон, Вавилон то бишь. Интересные цены в этом супермаркете. Я прямо офигела. Допустим, финики королевские из Израиля. 2436 рублей. Правда, за килограмм тут. А вот килограмм как раз. Вот за коробочку фиников 2366 рублей. Что-то еще у клубника. 1008 рублей за штуку. Тут 500 грамм где-то. Клубника вся уже почахлая. Обалдеть. Дыня за килограмм 322 рубля. Мандарины вообще золотые. Бриллиантовые. 536 рублей за килограмм. Тут у меня подруга Женя вчера сказала. 169 рублей за килограмм мандарины. Не хочешь? Это очень дешево. В общем, такие интересные цены. Кстати, да, яблоки. Яблоки 150 рублей килограмм. Но это еще более-менее. А томаты? 455. 777. Обалдеть просто. Ну, не цены. Слива черная. У меня слива, конечно, красивая. 329 рублей килограмм. Я в шоке. Инжир одна штучка. 142. О, боже мой. Посмотрим мясное. Цены. Фарш. Говяжий. 291 килограмм. А, 400 грамм за 291. А вот свинина, что ли? А, тоже говяжий. И домашний охлажденный. 287 и 418. В филе бедра петелинка. 709 рублей за килограмм. Обалдеть. Так, а бедро просто. Вот бедро. 1080 рублей за килограмм. Мы вчера купили килограмм. Такой же петелинки за 129. За 125 рублей. Ну, такой вот интересный магаз. Идем в пятерочку. Сейчас посмотрим, какие там цены. Так, что сегодня по низким ценам? Красная цена. Черный. Черный чай. Так, вот растительное масло. Да, нам надо под маслом подзапастись. По 129, 106. Сейчас подешевле. А вот по 89 есть. Вот я тут на днях блогера одного видела. Она в пятерочку приходила. Из Риги они приехали. В Петербург. И она говорит, посмотрим, какие тут цены. И она показывала, в общем-то, некорректно. Она показывала все самые дорогие цены. Показала масло вот это. А вот, допустим, то, что подешевле, вот это, она не показала. И так во всем товарах. Ну, так не делается, конечно. И вот яйца она показала все. Вот эти, да, такие точно, такие цены. Ну, она на уровне глаз снимала. Да. А вот то, что пониже, она эти цены не показала. Все-таки. И говорит, о, это самое. Яйца у них по одному евро десяток. А у нас по 50 центов. А вот 69, вот 59. Вот это она, конечно, почему-то не захотела. Ну, потому что люди на уровне глаз только смотрят. Если они не привыкли по дешевым ценам брать, которые внизу всегда лежат, то они и показывают вот эти цены. Да, вот макароны тоже она показала. Говорит, о, они дорогие. 66, 59. А вот вниз она не посмотрела. Вот, пожалуйста, 14. Это 15. Это она не показала. В общем-то, не объективный обзор. Я знаю, что у нас сейчас золото. Да, это самое дешевое, конечно. Да, нормально. Красная цена. Они такие же точно вкусные, как и эти. Ну, нет, не настолько вкусные, но все равно. Ну, съедобные. Ну, я обычно вот такие максы беру за 49. Это вполне нормальная цена. Ну, да. Я вернувшинку, кстати, науку сейчас стала любить. Да нормальные они. На пандемию, помню, мы с тобой таким запаслись. Хорошие, вкусные. Не знаю, чем отличаются. О, молоко. Вот это сколько? Вот это стоит. 57 рублей. 58. Ну, вот 58. А она показала только за 90, за 65. Она не показывала. 86, я помню, она показала. Я такой нашла. Короткая. Она даже за 49,99 есть. А, что она показала, самая дорогая. Вот, 42 рублей. Ну, тоже красная цена. Ну, да, люди красную цену не покупают. Basic это называется в Англии. А в чем разница? Ну, там как бы самые-самые. Да все тоже качество. Вон еще красная цена, смотри. Еще и с редюсом 24 рубля молоко. 27. 24. 74. Лампочки мне нравятся. Такие зеленые, красивые. Скидка выгодна. Какие. Я хочу себе такую лампу. Самый веселенький, да? Хлеб. Октябрь на дворе. А у нас еще цветут календулы и гортензии. Даже есть какая-то капуста. Интересная. Тоже цветет. Какие шикарные гортензии. Обалденные. И там даже розы. Хризантемы отцвели не уж давно. Вот так. Что-то еще цветет в конце октября. Кипарис шикарный. Ну, тут уже все почти отцвело. Вот так вот оккультурили у нас деревья. Кустики посадили. Вот такие вот деревья в японском стиле какие-то. Гортензии. И вот такие качели. Мама качается. А там вон еще садик строят у нас. Уберешь. Нет, я ничего убирать не буду. Ну как? Здесь посидим. Отдохнем. Пошли по делам. И не дошли. Хорошо у нас во дворе. Там очки какие-то идут в сляпах. Там еще две качели стоят. Вот такой вот у нас дворик. Хороший стал. В японском стиле нам его уже оформили. Вот эти деревья. Интересно, как они называются. А мы сажали нам. Видимо, дизайнер у нас во дворе появился. Ландшафтный. Воплощает свои идеи в жизнь. Но мне больше всего нравятся гортензии. Потом разрастутся и будут красивые. А еще нам поставили вот такие скамейки. И вот такой вот японский садик у нас здесь организовался. Очень уютно и интересно получилось. Вот еще розы. Красота какая. Даже маленькая розочка хочет жить. А скоро зима. И все покроется снегом. Но розы еще стоят. Вот так и живем. Субтитры подогнал «Симон».